Когда разработчик Андрея Белецкого спросили, что он думает по поводу этой потасау, которая после релиза начала унижать в рендоме все живое, он ответил примерно следующее. Объект 268 вариант 4 это ПТ ОМОН. Это машина, которая врывается. Но конечно ваше замечание это повод обратить на нее внимание. Данная фраза этого разработчика стала просто крылатой про ПТ ОМОН и про то, что это потасау всех убивает и разошлась по всем стримам, каналам и прочим информационным площадкам World of Tanks. Но сегодня друзья я вам расскажу о кое-что другом. Сегодня я к вам с радостными для кого-то, а для кого-то с горькими новостями. Потому что спустя где-то 3-4 месяца, начиная с февраля, разработчики наконец-то созрели для того, чтобы понерфить главную имбу World of Tanks 2018 года. И конечно же я имею ввиду относительно новую советскую потасау 10 уровня Объект 268 вариант 4. Итак, поехали. Можно по-разному вы знаете относиться к этой ПТшке, но нельзя отрицать одного. Это наверное самая сильная и самая имбовая машина World of Tanks, которая когда-либо появлялась. В первые дни после своего появления, после релиза патча 9.22, в котором и появился этот агрегат, эта ПТшка просто разрывала рандом. Это было не ваффентрагер Е100, который мог выкатиться на городской карте, раздать 3000 урона, но после этого его или просто убивали, или он терял минимум половину ХП. И это вам не гриль, который тоже очень опасная потасау 10 уровня, но брони нет, динамики особо там тоже нет, да его немножечко и понерфили. И чья ипостась гриля, это конечно же сплошь и рядом кусты. Нет, друзья. 2684 это было нечто новенькое. Потасау с супер динамикой, с хорошей максималкой вперед и неплохой максималкой назад. С отличным лобовым бронированием. НЛД этой потасау не пробивалась вообще, если не читать небольшой полоски в самом низу. ВЛД тоже было достаточно крепким. Рубка, мое почтение. Единственное откровенно слабое место у этой потасау, это конечно же приборы наблюдения на рубке. Но в них еще надо было попасть. А что касается орудия, друзья, опять же все у нас хорошо. Отличная пушка, 152 мм, 650 урона, 300 пробития. Да, конечно ДПМ не самый топовый, но при наличии такой динамики и такой брони, это вполне было приемлемым и не было особой помехой. Потому что на этой потаске мы могли выкатиться на врагов, танковать их снаряды и просто ждать перезарядки. Стоит ли говорить о том, что в первые недели после релиза Абиг-2684 просто творил невероятное в рендоме. Даже я сам на стримах, друзья, с разными скилловыми ребятами, типа Страйка или Ликвидатора, показывал отличные результаты. По 5-6 тысяч урона и они сами от этого офигевали. Да что тут говорить, даже тот же Ликвидатор на этой потасау поставил абсолютный рекорд World of Tanks по среднему урону за сессию. 5 тысяч 900 среднего урона ему удалось за серию боев набить именно на 268 вариант 4. Эта поташка нереально имбовой была на релизе и до сих пор остается очень и очень жесткой. Это, наверное, друзья, единственный танк в нашей игре, на котором можно просто поехать на какой-то фланг, на какое-то направление и убивать там все живое. А если таких потасау взвод, ну, вы сами понимаете, не даром ли на многих шоу матчах заранее обговаривается, что в каждой из команд будет только определенное количество этих ПТшек. Не больше там двух или трех штук. И вот разработчики следили и следили за этой потасау и, видимо, поняли, что пришло время нерфа. Так что, друзья, заранее предупреждаю, срок для прокачки этой ПТшки и чтобы поиграть на ней, как говорится, в оригинале у вас еще есть. Но уже совсем скоро. Я думаю, в следующем патче эту потасау понерфят. И понерфят достаточно ощутимо. Но чтобы вы не сомневались в том, что эта потасау действительно в рендоме очень сильна и ломает по-своему баланс, вот вам немножечко циферок. С момента выхода этой потасау 6 февраля 2018 года она появилась практически у 200 тысяч игроков. Средний серверный процент побед у этой потасау 54 и 77. Согласно неофициальной статистике WhatNews, это топ-1 среди всех потасау 10 уровня и топ-6 результат просто среди всех танков 10 уровня. Стоит ли говорить, что это очень жестокий результат? И стоит ли говорить, что Объект 268 вариант 4 это самая сильная потасау 10 уровня? И вот как разработчики решили эту потасау понерфить. Примерно вот такой вот нерв сейчас выкатили, я так понимаю, ребята из отдела баланса на супертест. Итак, время сведения. Было 1.9.2, станет 2.2.1. Ну, в принципе, как бы, может быть и критично, но на самом деле не особо важно, потому что у этой потасау время сведения не было главным преимуществом. У этой потасау, в принципе, и стабилизация достаточно неплохая. Следующий, друзья, нерв уже более ощутимый. Мощность двигателя решили понерфить с 1500 на 1350. Автоматически это значит, что падает и удельная мощность с 20 лошадиных сил на тонну до 18. Уже не будет Объект 268-4 таким динамичным и не сможет наравне со стэшками 10 уровня ехать на какое-то направление, порою обгоняя некоторых из них. Дальше. Максимальная скорость назад. Этому очень сильно многие удивлялись, потому что эта ПТшка ехала не только быстро вперед, но и назад. Разработчики решили максималку назад понерфить. Было 22, станет 20. Ну и, конечно, друзья, наверное, одно из главных преимуществ этой потасау, она очень хорошо кидала с вертухи на самые разные дистанции, но в основном это ближняя и средняя, это стабилизация. Стабилизацию разработчики решили вот так вот очень серьезно понерфить. Расширение круга разброса от движения ходовой, от поворота ходовой, от движения на максимальной скорости и от поворота на максимальной скорости будет занерфлен. То есть, во всех этих позициях стабилизация станет ощутимо хуже. Но и это даже, друзья, не самое главное. Разработчики решили пройтись по самому нежному, или, наверное, по самому основному, по броне этого танка. Полоска НЛД танка, я так понимаю, это самая нижняя полоска, которая 236 мм была, она, друзья, будет занерфлена и она станет 201 мм. Триплекс, который находится на ВЛД, он был 252 мм, станет 232. И лючок, который на рубке, был 252 мм всегда, и пробивали туда только танки 9 и 10 уровня, а станет 232. То есть, в целом, броня у этого танка останется такой же мощной, но некоторые слабые точки станут еще слабее. Вот такой вот нерв ждет обег 2684. Если вы спросите лично мое мнение, я, друзья, считаю так. Да, этой потасау нужен однозначно нерв. Но вот какой нерв, это еще хороший вопрос. Я бы лично, я бы лично, что бы сделал? Я бы на месте разработчиков поработал бы, наверное, с динамикой этого танка и сделал бы его, наверное, более слоупочным. Не таким прям жестким, чтобы он был по динамике примерно на уровне И-7 или Т-Судей СЕ-5. Ну и точно не на уровне СТ-10 уровня. Возможно, я бы где-то еще сделал какую-то, ослабил какую-то, какую-то часть брони у этого танка. Ну уж точно, я думаю, не стоит, наверное, трогать пушку, потому что если тронуть и броню, и динамику, и пушку, ну, машина может превратиться из зомбы очень легко в совершенно неинтересный агрегат. Но это лично мое мнение. Поэтому я бы нерфил эту потасау, но постепенно. В одном патче динамику, потом, если этого недостаточно, потом можно немножечко броню тронуть. Если уже этого будет недостаточно, можно подумать и об вооружении. Но разработчики решили, как говорится, рубить топором и рубить сразу. И вот такие вот мы имеем цифры. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, стоило или не стоило нерфить. Жмите лайк, если понравилось видео. И подписывайтесь на канал. Здесь самые свежие новости. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok